Наставь юношу в начале пути его и он не отклонится от него, когда и состареет. Обратите внимание, слово «наставь» означает учить, тренировать. Как тренер тренирует спортсменов? Он показывает и вместе с ними делает, он учит, он обучает. Это слово «наставь» не означает «заставь ребенка сделать», а означает что? Сделай вместе с ним. Вместе с ним заправ кровать, вместе с ним убери комнату, вместе с ним приготовь кушать. Вместе с ним или с ней помой посуду. Это наставление. Не заставь его сделать то или другое. А что сделай? Наставь. Делай это вместе с ним. Делай это рядом с ним. Делать вместе может только мама, которая вкладывает свое время в жизнь ребенка. И только та мама, которая вкладывает свое время в жизнь ребенка, будет всегда любима и дорога. Сегодня, особенно в Америке, при живых родителях, очень много детей сирот. Это дети, которые не получают времени и внимания от своих родителей. Да, родители покупают им игрушки, компьютеры, видеоигры. Им покупают родители и машины. Но самое главное, что родители должны дать детям, это время. Они его не находят. Послушайте, что говорит об этом книга «Притчи». 29 глава, 15 стих. Притчи 29, 15. «Розга и обличение дают мудрость, но отрок или девица, оставленный в небрежении, сделает стыд своей матери». Отрок или девица, оставленный в пренебрежении, на него не было времени, сделает стыд своей матери. Любите детей. Любите детей, говорит апостол Павел Титу. Вразумляй молодых жен, любить детей. Это значит беречь их от опасностей. В этом мире подстерегают много опасностей. Одна неосторожность, одна ночь, которую может ребенок провести у кого-то дома, может нанести неизгладимый след на судьбу этого ребенка, на его всю будущую семейную жизнь, на его будущий успех в жизни, на все отношения. Одна неосторожность. Берегите детей. Берегите их и не унижайте. Апостол Павел говорит, не раздражайте детей. Итак, первое мы сказали, любите своих мужей. Давайте посмотрим, что дальше говорит апостол Павел Титу, говоря о молодых женах. Это касается всех жен, я верю. Любить мужей, любить детей и быть целомудренными. Что значит быть целомудренными? Целомудрие, это слово в словаре приводится как рассудительность, способность предвидеть, способность избегать ошибок, правильно распоряжаться временем, быть учтивыми, вежливыми, честными. Это женщина, которая отличается мудростью и вниманием. В книге притчи, 11 глава, 22 стих, Библия говорит, что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Быть целомудренными. Это благоразумие и мудрость. Это внутренняя красота, о которой говорит апостол Петр. Нетленный человек сокровенного сердца, что драгоценно перед Богом. Притчи, 14 глава, говорит, мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит своими руками. А как мудрая устроит дом? Так что она будет знать, что говорить, а что не говорить. Она умеет хранить тайну своей семьи, она умеет уважать своего мужа. А глупая разрушит его своими руками. Дебби Перл в своей книге «Сотворенная помощница» приводит 12 фраз, которыми можно надежно разрушить свою семью. Если женщина будет говорить эти фразы, она сможет со стопроцентной гарантией разрушить любую семью. Какой бы хорошей она ни была. Я не буду вам приводить эти фразы, но если вас интересует несколько из них, я могу привести их. Она приводит там следующие фразы. Она говорит, а ты никогда ничего не делаешь вовремя. А ты снова забыл то и то сделать. Да возьми зонтик, ты же видишь, что дождь идет. Но сколько раз я буду одно и то же повторять? Когда наконец ты уделишь мне какое-то внимание? Мужья, вызывают у вас такие фразы? Восторг, восторг, восхищение, любовь? Навряд ли. Благоразумная жена и мудрая устроит свой дом, а глупая разрушит его своими руками. Дальше говорит апостол Павел Титу, учи их быть целомудренными, чистыми, быть чистыми. Бог сегодня в этот век призывает женщин, матерей к нравственной чистоте, к чистоте слов, манеры. И, наконец, чистота женщины проявится не только в ее гигиене, в ее словах, в ее манерах. Чистота проявится в одежде. Одежда — это интерфейс, которым мы говорим всему миру, кто мы есть. Поэтому апостол Павел, говоря об одежде, к Тимофею, 2 глава, в 1 послании обращает внимание на одежду женщин. Женщины говорят иногда, что эти мужья постоянно обращают внимание на одежду, какая им разница. Библия не случайно обращает наше внимание на этот вопрос. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Я хотел бы сегодня женам сказать только одну фразу. Мы не будем много говорить об одежде, но только одну фразу. Вы — сторож брату своему. Вы — сторож брату своему, потому что вашей одеждой вы можете оградить и сохранить брата своего от того, что может повредить его духовности. Неосмотрительность может стоить слишком дорого. Среди женщин сегодня растет стремление своей одеждой, видом, насколько это возможно, походить на противоположный пол и одеваться, подобно мужчинам. Но Бог называет это мерзостью. Бог называет это мерзостью. Он говорит, чтобы также и жены содержали себя в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием. Мы сегодня не говорим о тех или иных атрибутах одежды, которые подходят или нет. Мы говорим об общем направлении, которое существует сегодня в мире. И вопреки тому, что говорит Господь, Он предлагает женам любить своих мужей, мир предлагает сегодня женам любить кого-то на стороне, потому что там интереснее, там может быть больше интриги, больше какой-то романтики или еще чего-то, или денег. Бог призывает женщин сегодня любить детей, а мир говорит, ты должна позаботиться о себе, зачем ты детям отдаешь время свое? Ты подумай о себе. У тебя и жизни не осталось, всю жизнь с детьми проведешь. Бог призывает сегодня быть целомудренными, мир говорит, зачем? Будь раскованной. Современная женщина не может быть целомудренной. Должна быть раскованной, свободной. Бог призывает быть чистыми, чистоту проявлять во всем. Мир говорит, какая разница? Стремление походить на противоположный пол, одеваться подобно мужчинам. Когда речь идет о чистоте, здесь тоже важно сказать о том, что неопрятная мать, которая дома, не заботится о своей опрятности. Она теряет уважение своих детей. Дети уважают мать, которая и дома, и в обществе содержит себя в чистоте и опрятности. И дальше апостол Павел говорит, учи быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме. И снова мир сегодня говорит, тебе нужно бизнес свой организовать, тебе нужно карьеру сделать, тебе нужно образование получить. А что говорит апостол Павел? Тебе нужно заботиться о чем? О доме. Тебе нужно заботиться о доме. Это не пропозиция, не предложение, это библейский принцип. Одна жена пишет консультанту следующее письмо. Она говорит, я сегодня не очень в настроении. Я провела весь день в кровати, просто смотрела телевизор. Вечером пришел муж с работы, дома ничего не приготовлено кушать, дома беспорядок. Он начал мне грубить. Разве должна я его простить за это и приготовить ему кушать, она говорит консультанту. Вопреки своим чувствам, разве я должна вставать и готовить? Семейный консультант отвечает, дорогая, это ваша святая обязанность. И в ваших интересах позаботиться о своем муже. Бог говорит, учи быть попечительными о доме. Поэтому лучшее место для реализации себя, для молодой матери, это заботиться о своем доме. В первом послании к Тимофею, 5 глава, 14 стих, апостол Павел тоже об этом говорит. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Учи управлять домом. Заботиться о доме – это не только значит бегать с тряпкой в руках или с метлой, это что-то большее, чем это. Заботиться о доме – это создать атмосферу дома, отношение, доверие к мужу, уважение к нему. Если этого не будет, то вы можете бегать со шваброй сколько хотите, но у вас атмосфера дома не изменится. Попечение о доме, забота о доме – это забота, в первую очередь, об атмосфере, которая царит в вашем доме. Не о новых атрибутах мебели, не о новых коврах, не о новых приборах, микроволновках или так дальше. Забота о доме – это забота о духовной атмосфере дома, в первую очередь. Добродетельная жена – как венец для мужа своего, а позорная – как гниль в костях его. Не давайте места лени. Лень – это мать многих грехов и бед. Дальше апостол Павел говорит. Первый, мы сказали, секрет. Любить кого? Мужей. Второй – любить детей. Дальше мы сказали быть целомудренными, затем быть чистыми, попечительными о доме и затем быть добрыми. Интересно, что апостол Павел выделяет это слово отдельно, говорит, учи матерей быть какими? Быть добрыми. Но разве от природы Бог не наделил женщину этой добротой, этой лаской? Зачем этому нужно учить? Книга притчи говорит, что благоразумная жена от Господа. Благоразумная жена, она не мстит, не помнит зла, она добра. Премудрец Соломон говорит, кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Какую нашел жену? Красивую, модель, богатую, бизнес-леди. Какую нашел жену? Добрую. Кто нашел? Добрую жену. Это благодать от Господа. Добрая жена, пишет Дебби Перл в своей книге, не ноет и не жалуется. Она делает себя уверенной. Я неправильно прочитал. она делает себя способной, уверенной, полезной и благодарной. Не то, что другие для нее делают. Она знает, как себя нужно вести. Она знает, за что она несет ответственность. За то, чтобы быть исполненной доброты. И так, чтобы вразумляли молодых любить своих мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми. И последний, седьмой секрет счастья. Мужьям он очень нравится. Покорными своим мужьям. А жены говорят аминь. Одна только сказала аминь. Покорными своим мужьям. Мужьям это нравится, а женам не всегда. Вы знаете, что Библия говорит, пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой. Скажите, о чем молодые люди должны договориться, когда они решают построить свою супружескую жизнь, идти вместе по жизни, о чем они должны договориться? На какой машине они будут ездить? На BMW или на Audi? Да? Или в каком доме или в каком районе они будут жить? Или какого цвета у них будет ковер в спальне? О чем они должны договориться? Двое молодых людей, которые пойдут ли двое вместе, говорит Библия, не сговорившись между собой. О чем они должны договориться? Помните украинскую сказку про лебедя, щуку и рака? О чем они не договорились, эти ребята? Они, во-первых, не договорились, кто будет направлять, а кто будет следовать. Во-вторых, они не договорились, куда они будут следовать. Что получилось? А воз и ныне там. К сожалению, это картина многих семей сегодня. А воз и ныне там. О чем не договорились молодые люди? Они не договорились, кто будет вести, а кто будет следовать. Бог в самом начале, еще время творения, определил роли, роль мужа и роль жены в семье. Давайте мы на это обратим внимание, потому что это очень важный вопрос. Бытие 3 глава 16 стих. «Женец сказал, умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Бог определил эти роли. В самом начале он сказал о том, что после грехопадения он будет господствовать над тобою, он будет руководить. Это не значит унижать, это не значит контролировать, порабощать, это означает духовно направлять, поддерживать, давать духовное направление и руководить семьей. В некоторых семьях люди еще не договорились, кто будет руководить. Переговоры эти еще идут, повторяются иногда часто, каждый день, иногда очень громко. Путь к счастью, дорогие сестры, это покорность мужу. Независимо от того, что говорят сегодня жены-проповедники разные, феминисты и так дальше. Апостол Павел говорит, «Хочу так же, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Скажите, пожалуйста, теряет ли муж достоинство, когда он покоряется Христу? Правда нет? Так и жена. Если она покоряется мужу, теряет ли она свое достоинство? Нет, вовсе нет. Это не лишает ее достоинства. Это наоборот служит благословением и счастьем. Она приобретает свое достоинство. Сегодня некоторые психологи делятся советами, как женам, которые потеряли своих мужей, удалось вернуть их, утраченных мужей. И как вы думаете, как они смогли их вернуть? Упреками, критикой, выяснением отношений? Только уважением и покорностью. Если вы хотите сегодня почтить Господа, проявите покорность к мужьям. Вот они, семь библейских рецептов женского счастья. Я желаю, чтобы каждая из вас, дорогие матери, дорогие жены, дорогие женщины, дорогие девушки, обрели настоящее счастье, которое может дать только Бог. Желаете ли вы в своей жизни перепосвятить себя Господу и сказать, «Боже, я хочу следовать тому, что Ты открыл в Слове Твоем. Я хочу исполнять Твое Слово. И я хочу обрести то счастье, которое Ты желаешь мне подарить». Есть ли у вас такое желание? Пусть Бог благословит каждого из вас в этом добром желании. Аминь. Спаситель, я прошу Тебя прости Мои грехи, как пурпур багрены Я понял все, я без Тебя ничто. Ты мой Творец, мой Царь, мой Бог, Ты все. Я лишь с Тобой смогу свой крест нести. Я лишь с Тобой хочу всегда идти По том пути, что Ты предначертал, О чем я прежде даже не мечтал. Ты терпеливо, нежно так стучал. Я равнодушен был к любви Твоей И находил заботы поважней Я наглыл нищ и голоден и слеп Но мне казалось, я богаче всех О, как я рад, что наконец прозрел И что теперь, Господь, Ты мой удел Мой сын, я видел все и я все знал Но несмотря на это я стучал О, как я рад, что Ты меня впустил Ты дорог мне, я все Тебе простил Мое дитя, я так люблю Тебя И подержу в пути, всегда любя Я ждал Тебя и рад Тебе поверь Что отворил, что отворил Души своей мне дверь Мое дитя, я так люблю Тебя И подержу в пути, всегда любя И подержу в пути, всегда любя Я ждал Тебя и рад Тебе поверь Что отворил, что отворил Души своей мне дверь Я ждал Тебя и рад Тебя Субтитры сделал DimaTorzok